Привет, друзья! С вами Кернекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием 7 Days to Die. Мы с вами остановились на том, что пережили волну, к которой у нас наконец-то начали приходить подрывники. Мягко сказать, это, конечно, очень неприятные ребята, но в целом, в целом, тащибельно. Пока что тащибельно. Наш план последующего развития нашей базы заключается в усилении её максимально сталью, потому что без стали у нас будут очень большие проблемы. У меня появилась ещё одна небольшая идея, но с её реализацией, скорее всего, будут проблемы. Скорее всего, будут проблемы. Ну, мне так лично кажется. Короче, идея была в том, чтобы... Молодой человек, вы там норм. Вот теперь норм. Короче, суть в том, чтобы по углам нашей базы сделать уплотнённые, так называемые, столбы. Я сомневаюсь, что у меня получится их правильно выстроить, но, короче, суть идеи в том, что у нас по углам будут стоять небольшие конструкции. Они как раз будут для фонарных наших этих прожекторов, но при этом в них внутри будет полая часть. И в этой полой части я смогу выставить крепление для изгороди. То есть у нас по периметру нашей базы будет изгородь. Соответственно, все зомбари, которые будут пытаться пробежать... Но, опять же, это спасёт только, если подрывники будут в первой волне идти. Если в третьей, то уже не спасёт. Ну, короче, суть в том именно, чтобы их немножко тормознуть. И, соответственно, если будет идти какой-то жёсткий подрывник или ещё что-то, можно было его расстрелять. По идее, план простой. Всё заделать в сталь, но, во всяком случае, всё, что под домом и всё, что возле нашей ямы заделать в сталь. И тогда будет возможность пережить три взрыва подрывников. Не точечных, не когда они лежат, а когда они стоят, в общем. Это очень разные вещи, как оказалось. Короче, когда они стоят, пережить можно будет три взрыва. Когда они лежат, по факту, два. Да, по факту... Не, может даже три, кстати. Там же пять тысяч выносит. Возможно даже три, кстати, но это не точно. Короче, в любом случае, защиту нам нужно апгрейдить. Для её апгрейда нам нужно огромнейшее количество стали. Чем мы сейчас с вами должны, по идее, заняться. Ну как, естественно, я всю эту шушуру буду убирать, чтобы она вас не напрягала. Или давайте на... Давайте на автожире. Понятно. Автожирчик гоним. А, и площадку же мне ещё нужно сделать. Слушайте, а бетон есть? Может, я сейчас площадочку быстренько сварганю? 45 должно вроде бы хватить. Должно вроде бы как хватить. На всяк пожарный я здесь ещё немножечко металлоконструкции сделаю. Я не уверен в прочности. В стабильности конструкции, точнее. По идее, по идее, я от этого блока имею возможность сделать отступ в два блока. Но я могу ошибаться. Я могу очень сильно ошибаться. И тогда это всё обрушится и поломает нам всё, что у нас лежит снизу. А это было бы не очень, скажем так. Было бы не очень. Нам ещё и прожектора здесь немножко поломали, да? Да, нужны электрикал парты. Ладно, с этим потом разберёмся. Сейчас надо снаружи глянуть. Ладно, и так сойдёт. Короче. Если здесь мы выбьем дополнительно по одному блоку, у нас получится не 4 на 4, а получится уже 6 на 6 площадка. С другой же стороны мы можем выбить на два блока. Но тогда мы... Собака реально есть шанс обрушения, потому что... Потому что он есть, в общем. Он есть, потому что вся наша структура достаточно нестабильна. Как бы мне этого не хотелось. Хотя, чё мы мнёмся, да? Давайте попробуем просто на этих металлоконструкции. Обвалиться. Хер бы с ним. Это не часть нашей базы. Ну как, наша база основная здесь. Поэтому если здесь что-то обвалится, в принципе, я от этого не умру. Так, проверяем. Я просто не знаю, задевать эту часть или нет. Если мы на два блока расширим, выйдет 8 на 8. Выйдет 8 на 8. Но тогда про идею для заезда, для транспорта мы можем забыть. А нахера нам заезд, если у нас всё, короче, забили? Это не имеет значения. Вот здесь, я думаю, если я два блока поставлю, здесь будет проблема. Вот здесь два блока поставлю, здесь проблемы быть не должно. Как мне лично кажется. Там просто у нас нет опоры. Здесь опора у нас идёт чётко по периметру. Соответственно, здесь всё должно удержаться без всяких проблем. А вот там может не удержаться. И будет действительно проблем-тосик. Просто обвалы же, они работают не совсем корректно. Обваливается не только самая нестабильная часть, а может без проблем обвалиться ещё и рядом прилегающие. Да, этого маловато будет, маловато. Но давайте я попробую. Я ни черта не обещаю. Будет смешно, если я сам навернусь с этим всем, да? Вот так, если мы сделаем, выйдет у нас... Сейчас, подождите. Вот этот самый нестабильный блок будет. Он не обвалился. Нигера себе. Так, это уже интересно. По идее, нам нужна площадочка побольше. Чтоб мы беспрепятственно могли сесть. И чтоб это всё ещё и симпатично смотрелось. Так, выйти она должна, по идее, 8 на 8, да? Да давай ты, боже несчастье. Пока страшно. На самом деле, пока страшно. Так, выходит она не 8 на 8. Выходит она 6 на 8. Потому что здесь мы блоки не задевали. Да, вот здесь угол не вырастал. Да, просто если я здесь поставлю, прожектор перекроется. Прожектор и так уже чуть-чуть перекрывается. Вообще, эти прожектора можно убрать. Нам важны вот эти прожектора, которые у нас на башнях стоят. Нам нужно подсвечивать тех, кто к нам только подходит. А не подсвечивать тех, кто у нас снизу. Снизу мы их будем видеть в упор. Даже в самой жуткой темноте. Ну, в целом, в целом, в целом, в целом. И в общем... Есть два варианта. Короче, сделать качественный 6 на 6. Либо сделать некачественный 8 на 6. Вот это единственное, что я вижу. 8 на 6 нам, по сути, с головой хватит для того, чтобы здесь садиться. С другой же стороны, действительно... Ну, сейчас проверим. Угу. Получится хотя бы 7 на 8. Угу. Оно работает. Так, получается здесь у нас 8. Здесь 7. 7 на 8. Ну, с богом. Сейчас попробуем улучшить. Левелапчики, естественно, сейчас подъедут. Все как полагается. Единственное, что я здесь, наверное, разметку не смогу сделать красивую. Ну, ладно. Это мелочи. Слушайте, держится. Сейчас вот этот угол важен. Интересно. А вот это уже интересно. Оно таки выжило. Оно таки выжило. Вот единственное, что я теперь не смогу тут спрыгивать почти. По-хорошему, да. По-хорошему, да. Слушайте. Оно будет замечательно все держаться. Я здесь мог бы еще сделать такие блоки, как наклонные. Но не хочу этим заниматься. Неблагодарное это дело. Не хочу и точка. Так, тихо. Мне нужна теперь краска. 253 краски у нас. Неплохо. Неплохо. Мне, кстати, интересно. Если я перекрашу блок, который у нас является... Так, где у нас обычный цвет? Вот. Давайте вот такой. Не вытирай, а крась. Если я покрашу, когда он высохнет, он изменится или нет? Хм. Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Ладно, с этим разберемся. Нам здесь, по сути, еще угловые стоперы сделать не помешало бы. Так, вытри пока. Сколько у нас? 7 на 8. То есть централизировать я это не смогу. Но смогу сделать... Да, здесь централизировать не получится, а вот здесь получится. Правильно? Я правильно понимаю? Вроде бы да. 3, 1, 2. 3, 1, 2. 1, 2. Не самое лучшее по красоте, но тем не менее самое видимое будет. Я надеюсь, что высохший бетон не изменит текстуру. Иначе я просто потратил чуть-чуть лишней краски. Вот, посадочная площадка у нас готова. В принципе. С этим жить можно. Хорошо. С этим жить можно. Сейчас мы проверим. Нагрузки никак. Нагрузки никак. Так, взлететь мы отсюда 100% сможем. Так, мышку отрубить. Нью. Да, взлетаем мы запросто. Так, а если мы будем садиться? Так, залетел в этот биом проклятый. Если мы будем садиться... Сейчас немножко вертит. Немножко вертит. Так, вот, мы летим сюда. Выворачиваем. Немножко тормозим. 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 Аэродроп, здрасте. И садимся. Все. Найс. Где аэродроп? Так и будет. Слетаем за ним. До сих пор его не выкинул. Не понял. Да, взлети ты уже. Один его выкинул. А ну-ка, давай вверх. А, вон, вижу. Сейчас летаем за аэродропом, и тогда я пойду еще копну железка. Железка нам очень надо. Нам надо вообще по-хорошему копнуть 12-36 тысяч желез. 36 тысяч и с этим прийти домой. Но я, наверное, по 12 буду приносить, чтобы они уже переплавлялись. Чтоб время не тратилось просто. Какого хера он так далеко выбрасывает? Раньше было лучше. Какого черта? Во, даже только сейчас появился этот. Пердеж. Так, надо выше взлететь, чтобы я видел. Давай, 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 давай. А, отлично. А что за дырка в горе, кстати? А, там текстура не прогрузилась. Ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Неприятно сейчас получилось. Такое бывает. Так, он прямо здесь рядом Пробежимся чуть-чуть Да, слушайте, на автожире, конечно, гораздо удобнее ловить Эти цацки Сейчас посмотрим, как всегда, я думаю, я не удивлюсь От лута, который там будет лежать Давай, давай, нет сил, ну ты беги Ты герой, давай Ммм Ну ладно, медикаменты неплохо Мензурка мне уже не нужна Этот мне тоже не нужен Не самый лучший лут, но бывало и похуже Так, а ну попробуем скатиться А я не могу здесь установить Жаль-ка Проблема взлета на как раз-таки Местности лесной Достаточно актуальна Так, ну сейчас сразу летим туда на место сбора ресурса Так, мышка, отрубись Ниу Понеслась, замечательно Короче, летим, собираю ресурс Сейчас попробуем его закинуть в переплавку Если его будет достаточно, будет замечательно Не хватит, придется чуть-чуть попутеть Так, я чуть немножко психанул Ну, точнее, не психанул Это медитативный процесс, который меня немножко засосал И в итоге добыл чуточку больше, чем нужно Но, в принципе, нам это не помешает Нам это только на руку Так, замедляемся Давай, попробуй максимально нежно Так, падаешь И носом Красота Ляпота Что я могу сказать Даже можно его здесь оставить Пусть постоит Так, товарищи, кому-то мне хватало железа Так, я куда-то сюда запихнул уголь, да? Угу Ой, уголь говорю Глину Так, итогу у нас 12, 12, 36 И плюс еще Получается 6 Замечательно 42 тысячи железа у нас С этим можно жить Зачем ты его в руки все? Так, переплавляй дальше Ты переплавил часть Запускай кованую сталь сразу же Ты запускай кованую сталь чуть-чуть сразу Железо мы тебе возместим Так, замечательно И ты тоже забирай железо тогда Да, блях Я все время забываю, что через шифт Он не добавляется Но сюда нужна еще глина Тут глины хватит Тут тоже должно хватить Должно Не значит хватит Так, пока мы возместили почти Ту сталь, которую потратили на апгрейд Я же загрейдил эти стеночки Которые у нас прилегающие Вот эти Здесь и здесь Там мы, по-моему, то ли 300, то ли 4 Нет, стоп Больше 400 с чем-то, короче У меня, в общем, 500 с чем-то ушло С ремонтом этих ловушек Соответственно, сейчас мы будем вообще Кайфовать Так, это оставляй Давайте что-то питательное схаваем Так, это оставь Это оставь Здесь оставь Стоп, уголь не сюда Это сюда Сейчас, кстати, проверим краска Скорее всего она не изменит цвет Скорее всего Но это не точно Вышло не совсем по ценам Но пусть совсем на 7 Но тем не менее вышло Так, хорошо, это оставляем Тебя сюда Тебя нафиг Тебя нафиг Уголь сюда же Что у нас, кстати, с углем? Так, уголь у нас хватит На немножечко Пороха Самого пороха у нас 3000 осталось Перето у нас куча пуль Куча пуль Куча гранат В принципе, нам порох Должи крафтить Смысла особого нет Нам единственное, что Нужно действительно Продумать полностью Плац Бетон у нас есть Слав тебе, господи Так, еще знаешь что? Давайте отормозну Где-то металлоконструкции Крафтились А, я их уже забрал? По-моему, нет Так, сделай соточку А лучше 3 Не, не 954 Не, не, не Как же оно странно Это понимает Так, 300 5 минут будет крафтиться Я вас понял Так, я забрал 59 Я же где-то оставил 50 штук Или я тебе уже потратил Вполне возможно, кстати Вполне вероятненько Так, это оставляем Водицу оставляем Сюда еще пустых банок Нам их хватит Так, с этим разобрались Что мы делаем тогда здесь? Нам точно нужно продлить плац До башни Это однозначно Причем только в эти две стороны В те стороны мы плац не увеличиваем Незачем абсолютно Потому что концентрация Все-таки внимания Именно вот здесь происходит И по стали По стали мы потом уже это сделаем Так, здесь выходит Раз, два Три Четыре Пять Желательно шесть Шесть рядов здесь И с этой стороны Здесь еще яма, кстати, да Но мы ее как раз по сути заделаем бетоном Да, мы ее Нет, все-таки лучше заложить сначала этот Гравий Потому что если там сделают дырку То они упадут вниз Попробуют выпрыгнуть У них не получится И они начнут ломать блоки А это ни к чему Это ни к чему Лучше мы будем Работать на опережение 42 скорее всего хватит Но это не точно Так, откройся Скорее всего должно хватить Это уникальный блок Который дает нам полностью заменить Блок земли То есть он не квадратный Он ромбовидный Как бы странно это не звучало А, все, здесь больше не надо Или надо Здесь прокапывается два блока Нет, не надо Не надо, здесь как раз будут стоять блоки Будут стоять блоки Я тогда сейчас берусь за линии За линии бетона Закрафчиваю их И уже со спокойной душой Сейчас, где у нас бетон Бетона гони побольше И сейчас дождусь еще немножко металлоконструкции О, вообще супер Все, теперь я могу спокойно этим заняться Надеюсь ночью мне никто мешать не будет Так, ребятки Плац доделал немножечко По пять блоков с каждой стороны И доделал еще немножко нашу электронику Она схромала чуть-чуть Поэтому я ее допилил Еще к таймерам подключил Дополнительное освещение На нашу посадочную площадку Оно там пока убогое Вот, обычные четыре фонарика Но в случае чего я их заменю Они опять же работают по таймеру Так что вместе с прожекторами Пока я это все делал Мне пришла одна замечательная идея в голову Но она частично замечательная Частично, естественно, как всегда Говно Ну, в общем Суть в чем Я думаю, зачем мы их встречаем Постоянно со всех сторон Зачем мы тратим на это время Для чего Для чего мы в этом мире, да, как говорится Ну, в общем Суть в чем идея заключается Расширить здесь еще плац На один или два блока даже Есть два варианта Либо установить вот такие блоки Зря сюда, кстати, металлоконструкцию поставил Ну, ладно Вот такие блоки установить везде по периметру И сделать вход Только вот здесь То есть убираем башню И здесь будет вход То есть вокруг везде эти блоки цилиндрические Здесь везде блоки цилиндрические Здесь вход Здесь точно так же Вокруг стоят блоки цилиндрические Блоки цилиндрические И проход Фишка в чем Через эти цилиндроблоки Мы, по идее, будем видеть Кто к нам идет То есть между ними Есть небольшой просвет Ну, он слишком небольшой на самом деле Он настолько небольшой, насколько это вообще возможно Ну, в общем, суть в том, что частично будет видно Откуда хотя бы двигается волна Можно эти блоки сделать просто в два блока высотой Тогда, исходя просто из нашей высоты На которой мы будем находиться Вот здесь Мы находимся на высоте 3, 4, 5 5 блоков Мы фактически все равно на высоте два блока Ну, вот представьте, два блока это как вот эта вот штучка Два блока мы все равно будем видеть, кто к нам идет Вот Исходя из этого Помним логику зомби Они не месят прям все подряд Они будут эти блоки подбивать, но не будут им критично Там какой-то сверху урон наносить Ну, может вынесут там несколько штук за волну Но суть в чем, что Если мы будем находиться здесь Тогда не два блока, тогда даже четыре нужно Четыре блока, потому что как раз Вот на расстоянии четырех блока вот здесь менты начинают Нас уже стрелять Если они нас не будут видеть, они не будут нас стрелять Логично? Логично, максимально Есть другой вариант Вместо цилиндров поставить стандартные наши блоки И облупить их снаружи вот таким вот образом Только снаружи То есть, чтобы они снаружи не могли запрыгнуть Ничего сделать, им в любом случае приходилось бы проходить по прямой И, соответственно, мы сделаем два коридорчика, которые будут заходить сюда Соответственно, вся суть вот этого плаца пропадает Но мы сможем сделать нечто ужаснейшее Нечто очень мощное и страшное По идее, в моей голове это складывается во всяком случае так Суть в чем, что если у нас здесь будет свободное такое огромное пространство И оно ничем не занято Соответственно, мы здесь везде можем выставить пластины Они как раз, по-моему, пять А, бляха, здесь шесть блоков Ну, короче, пять на один там пластина есть, нажимная Выставить вот так кучу пластин Между собой их поприсоединять И эти пластины будут запускать Стоящие вот здесь по углам Огромную тучу дротикометов Дротикометы будут выпуливать херовую тучу просто дротикового вражину Если они все, естественно, будут по одному коридорчику заходить В общем, я это еще протестирую, наверное, потом В мини-формате, скажем так Протестирую, будет ли это работать Будет ли это работать Но мне кажется, что будет Столбы плохая идея А вот подъем блоки вот такие Это, мне кажется, шикарная идея Проблема только будет, опять же, с подрывниками Подрывников либо нужно сверх быстро выносить Либо мы будем делать сосат Но, еще фишка в чем Если мы здесь поставим даже не дротикометы А мы можем здесь просто поставить Огромнейшее количество этих изгородей Изгородей, это сколько у нас там влезет Если мы отсчитаем отсюда Раз, два, три, четыре Четыре плюс шесть Десять Десять рядов изгородей Которые можно будет точно по такому же плану Как у нас работают они внутри То есть изгородь стоит за изгородью Можно будет здесь точно так же установить их несколько штук И, соответственно, кто бы не заходил Они будут сразу же в шоке И мы их сразу можем, как минимум, расстреливать Изгороди, по сути, поубивают мелких Пока они дойдут до средины Ну и здесь надо будет оставить, конечно, в любом случае Эти мясорубки Они достаточно полезны Просто нам нужно избежать той проблемы, которая у нас была в прошлый раз Что подрывники врываются и сразу начинают наваливать Хотя в этом же коридорчике, когда они заходят Мы можем здесь поставить сверху и снизу Выставить мясорубки То есть мясорубка будет на первом блоке И мясорубка будет на третьем блоке То есть здоровяков будет лупить в голову Мелким будет отрубать ноги И тем самым, пляха, это надо протестировать По-моему, это будет имба По-моему, это будет имба Сейчас я только гляну Там мы можем сделать подъем Большинство мясорубок все равно должны остаться Они должны охранять Чтобы нам здесь не прыгали лишний раз по нашим этим штукам Но в целом В целом идея, мне кажется, очень хороша Очень-очень хороша Вообще, это все можно сузить еще больше в разы Но это будет уже совсем неправильно Короче, будет масштабная постройка Я ее однозначно займусь Но только после тестов Когда я буду убежден в том, что оно все работает так, как полагается Так, пока выбрасываем Осталась еще куча бетона на самом деле Мы не переработали даже половину, мне кажется Так, это оставляй Нам еще глину надо куда-то деть Куда-то бы ее деть Так, это оставь Это у нас остается Сет остается Это фу-ка-ка-ка Бя-ка-ка-ка Нафиг Где наш инструментарий Этот забрали И все, да? У нас по инструментам все получается Так, этот сразу почини Чтобы я с ним не возился Так, что у нас по переработке? Я там немножко стали задействовал Совсем шушуть И слав тебе господи Мы можем крафтить еще Правда, глина сейчас закончится В печках придется Вот здесь можем тормознуть Здесь нет смысла нарабатывать впустую сейчас Вот так сразу глину запарим Так, здесь еще 4000 есть 4000 есть Все Это все продолжает работать Итого у нас опять 400 стали Это с учетом, что я огромное количество потратил Еще на мясорубки На мясорубки потратил И на прожектора А нет, там сталь по-моему не нужна Конечно на прожектора Это по плану у нас должны быть еще Вышки Но я все-таки подумаю Может я план изменю Может план все-таки стоит изменить Хорошо Нам в любом случае нужно лутаться Нам нужно лететь в оружейный магазин Любой Абсолютно Я думаю, что мы двинемся Где мы были? Мы были здесь Вот сюда мы двинемся сейчас Я хочу Причем самое приятное Мы можем тупо отсюда и по прямой Вот сюда лететь Без всяких проблем Ну и конечно к дороге Близю подлечу Но не суть Так, топливо есть? Топлива мало Давай возьмем на всех пожарных с собой побольше Так, это оставь Пистолетный у меня, да Все, тю-тю Пистолетный тю-тю Но мы можем немножко на крафт пока поставить Чтоб было Просто чтоб было И чтоб не простаивал верстак Все, пистолетные пошли Осталось у нас отсутствие Малое количество гильз и мало пуль Что по пулям? Ох, нихрена Так у нас тут все есть Как бы Бери да запускай Так, гильзы 500 Пули Да, нам дробашных пуль пока хватает Так что это оставим все 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 Замечательно, восхитительно Мы накушены, мы напиты Можем лететь Можем лететь Приличие ради закрою Кто пришел? Отлично Сойдет Сойдет Я боюсь, правда, что я эти фонарики Повыбиваю рано или поздно Но это не столь проблема Так, отключу управление Тихо Собака, проще его переставить Просто серьезно Чем его разворачивать? Это такая, блин Марока Неоправданная Так, отключаем Не врешься только в башню светом Красавчик Хорошенько стартанули Короче, идея есть Ее только надо протестить Мне кажется, что это будет имба По сути, мы создадим своего рода двойной киллрум Киллрумчик, который даст нам возможность Беспрепятственно Абсолютно уничтожать целые толпы Единственное, что я переживаю Единственное за подрывников Потому что с подрывниками Проще работать удаленно То есть, пока он еще не добежал Успеть в него стрельнуть С другой стороны Шанс успеть в него стрельнуть Настолько низок Что это просто ужас Гораздо проще потерять пару бетонных блоков И чувствовать себя более-менее комфортно А вообще, с другой стороны У нас же основная планировка Базы была в том Чтобы быстро убивать много зомби С минимальными затратами По ресурсу То есть, яма была создана для того Чтобы убивать гранатами, коктейлями И, соответственно Не заморачиваться И не думать о том Что, о боже, о боже, о боже Где запастись миллиардами пуль Вот Но, если мы сделаем то Что я сейчас Прикумекал Стоп, это я уже подлетел А, нет, это ближайший город То, что я сейчас прикумекал То в целом Ну, давайте чисто по типам зомби Обычные зомби Если будут заходить в такую комнатку Будут умирать сразу Правда, они же и будут повреждать блейды Похер Дальше заходят менты Менты заходят Будут сразу стрелять Но мы будем стрелять им в ответ В голову Менты чуть выше обычных зомби Ну, не считая феррелов Там и так дальше Они чуть выше этих зомби Соответственно С ними могут быть Небольшие проблемки В каком плане Ну, хотя У нас же двойные будут стоять Нет, проблем быть не должно Дальше Дальше у нас идут Подрывники Вот с ними будет Самая жопа Дротики против них Юзать нельзя Есть шанс попасть в мину Когда они уже будут Внутри комнаты А этого нельзя допускать Соответственно Мы должны будем Выставить Есть вариант Поставить им В спину Чтоб стреляли дробаши То есть Они заходят в комнату Их начинают резать блейды И в этот же момент Их начинают настреливать дробаши Но опять же Не забываем Что они почему-то Очень быстро падают От блейдов И соответственно Блейды начинают резать им тело И тем самым Запускать бомбу Что тоже плохо Что тоже очень плохо Так Какой еще вариант Они заходят В эту комнатку Не комнатку А по сути На плац проходят Их режут Суть в том Что нужно в них внести Слишком много урона Очень много урона внести В момент того Как они заходят И тогда есть шанс Их развалить Вообще без потерь Мне кажется Что вообще В любом формате базы Так сейчас Надо чуть приземлиться Давай камнем вниз Нью Надо приземлиться Чуть заправиться Чтоб не было всяких Неприятных ситуаций Так тормози Двигло Бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур-бур Красота Так заправим Заправим Нормально? Нормально Соточка есть Так только не втараниться В дерево Плес Найс Very good and very nice Короче С подробниками Мне кажется В любом случае Будет проблема Что ты не придумай Какой велосипед Не запускай Все равно будет А есть еще один вариант Поставить вход На плац Не в один блок А в три блока И поставить При входе Буквой П Большое количество Колючих сеток Колючих проволок Чтобы они замедлялись При заходе И если будет заходить Какая действительно Мразь Вот прям Бразота Тварь Там те же подрывники Или менты То мы просто Отстреливаем их Удаленно Либо взрываем их Там как раз При входе в комнату Такой вариант Тоже в принципе Но с другой стороны Он же взорвет Эти как раз Все Колючки Придется возможно Использовать снайперку Чего мне на самом деле Не хотелось Так мы уже на месте Да? Ага Да есть зимний город Юпи Это торгаш А это походу торгаш Да судя по воротам Это торгаш Найс Товарищ Я уже лечу к тебе Обрадуй меня плес Хотя это может быть Просто база Сейчас подождите Не радуемся раньше времени Нет это торгаш Все таки Или нет А там просто текстура Забавилась Я думал Вход блоками закрыть Думаю что? Так стоять У нас кстати Общие когда торгаш Обновляются 43 по моему Бляха Так по ним надо пробежаться Еще Ладно фиг с ним Потом Здравствуйте Есть еще интересное у вас Следующее обновление Через два дня Ага Электродубина Вы можете складировать В руду древесину Более компактные пачки Такое себе Больше свинца В поиске добычи Тоже не очень Ну слушайте В общем В общем все как и всегда Здесь это у нас изучено Блочный лук Детали автожира Кстати здрасте Схема руля мотоцикла Здесь в целом фигня Короче в любом случае Его надо отметить Его надо отметить Как барыга Естественно Так еще один барыжник У нас есть Соответственно Четыре торгаша У нас теперь в распоряжении Четыре торгаша Наша короче Основная цель Найти сейчас Пулемет шестого уровня По идее При защите Я буду использовать Просто два пулемета Вместо этих всех Калашей Хирошей И так дальше Чтоб не портить Себя нервы Так стоп Основная дорога Куда пошла Так чуть вниз Основная дорога Вот здесь Там еще один город Вот здесь еще один город Есть Ясно Понятно Короче в целом Вариант этот протестить Нужно Так отруби управление Во Вариант этот протестить Нужно Я не знаю Как я его точно проверю Но его нужно в общем В мини копии проверить Если оно сработает Будет замечательно Если нет То на нет И сюда нет Единственное что Единственное что Мне кажется Мы в любом случае умрем То есть Нарастание сложности Настолько мощное Что Там чуть ли не одни подрывники С радиоактивными ментами Будут идти И тогда мы просто с вами Скопытимся В любом случае Чтоб мы не придумали И чтоб мы не сделали Но в целом Эта комбинированная защита Даст возможность прожить больше То есть будет два этапа защиты Первый это вход в комнату Мы их уничтожаем Точнее на плац И второй вариант Это яма И соответственно Выживаемость у нас повысится Поэтому это точно Нужно будет сделать Но как Я подумаю чуть позже Я проверю и подумаю Так Что мы видим Пожарная часть Опять же захоронение Это что такое Элитная вилла какая-то Симпатичная Так Раздробленный заводик Я не помню Только чей это заводик Это по-моему бумажный Нет Наверное нет Раздроблено Раздроблено Где Мать его Вот это может быть оружейный Аккуратно Вот еще Это Это Угольная шахта А ну подождите Давай в карман Любимая привычка Пихать транспорт в карман Дравосек Это вы? Это дядя Дравосек Не не слышь меня Ну ему же и лучше Ему же в целом Лучше Даже так Да Угу Боже я перепугался Я подумал что это все уголь Так же и сренькнуть можно Вы что Ладно Заберем Ага Я сразу пришел К самому ценному луту А я хитер Так я вот так встану Чтоб ко мне не лезло Не надо было Сикаться лишний раз Здесь вообще надо Продолбить еще этот мусор Может там еще ящики Лежат внутри мусора То есть это вся Основная защита Была от основного лута При том что Захода в саму Эту шахту сверху Я не видел Ладно Так Калаш броня Военный шлем Ммм Оуу Ууу Ах Хорошо да как Ладно Это мы потом проверим Там что то очень злое То ли турист То ли хрен пойми Так пожрать Давайте ка проверим На всяк пожарный Да Пожалуйста Еще один ящичек Угу Там что то очень злое Слушайте Там точно один дровосек Еще какая то штука Ходит Лежать молодой человек А Вот где заход был Лестничка Ну не ломай мне там еще ходить Как мешок Завном упал Серьезно Сейчас погоди Раз мы уже сюда пошли Мы здесь и продолжим Как бы Так Мусор это понятно Я один только что Это увидел Мне срочно нужно Пересмотреть запись Они вышли Из стены Вы серьезно? Ммм Тут прям реально шахта Слушайте Не поспоришь Не поспоришь Так здесь что то топили Выход наверх А эта дверка Тю-тю По старинке пойдем Хрена себе Я тропашум снял Неплохо Вот это самое неприятное Они надо мной Но звук Как будто бы Они прям рядом со мной Это молясь напрягает Честно скажу Ага Это там мы должны были Спуститься Мне что то подсказывает Что здесь больше лута нет Но Я так Для профилактики Так Прохо Здрасте Выжил Серьезно? Нашки струн Не струнте Лежать Так Везде обвалы вниз есть Но там тоже лутецкий разбросан Так И нормальный спуск вниз Отлично Чтоб я потом не думал Что я оттуда не вылезу Никогда Так Генератор Железо Там опять толпа собралась По мою душу Ты выжил? Не выжил? Да Дроба же действительно Неплохо правы Кстати у нас же скилл есть Да? Да Надо будет вложить Я теперь боюсь Что они из скал Выходить будут Так Это я сюда зашел Угу Дядя дровосин Ну может не надо О Спасибо Сейчас на меня Кто-то спрыгнет В этот момент Не надо Ммм То есть я через ту сторону Должен был бы Как бы подняться Потому что обратного выхода Фактически здесь нет Фактически его нет Пусть то вот лестница Вон она А на вот эту планку Я никак не залезу По-другому Окей Тогда в принципе Мы все залутали Гораздо быстрее Чем ожидалось Но Дело не в этом Тут по идее Можно опрушение Сделать мне кажется Но мы не будем Экспериментировать Ни к чему нам это Немножко бабла Немножко опыта Здрасте Это ты такой громкий Серьезно Не надо кричать Плохой мальчик Плохой-плохой мальчик Так фермы нас не интересуют Давай Брум-брум-брум Брум-брум-брум Сейчас я еще вот здесь Прошвырнусь Так ферма раз Ферма два Церковь Здесь конечно Кукуруза и животинка есть Но Мы это трогать не будем Вот это что за здание Я еще понять не смог Так Бадисгрейн О стоп Здесь цемент Здесь цемент И его там прям До хера Давай подъедем чуть-чуть Подъедем Не подлетим Нормально Здесь должно быть До хера цемента Открыто Твою мать Ты что ж делаешь Так пацаны Вылазьте все сразу Пожалуйста Чтобы я Не тратил на вас Драгоценный ресурс Да Цемента здесь достаточно Мы просто начали уже Бетон задействовать И чтоб не просраться От его отсутствия Хотелось бы его Насобирать побольше Так Почти косарь готов Все время забываю Что есть блоки Вот эти тройные И их нужно Как раз таки Колупать Э? Понятно Так А дверка у нас Просто наружу ведет Да? А вот там сверху Нам скорее всего Люли будут Мне нравится Как у наружу Я резко достаю Такая забавная Картина Так еще пожалуйста Давай Там где-то поле бы Должна обрушаться Эта металлическая Конструкция Если я не ошибаюсь Да вот обрушение Нам его нужно Преодолеть Херась Я даже ничего не поломал Блоки не почувствовали Что я на них наступил Так А здесь шляпа С этим лифтом Знаем Пробовали Видели А там мясорубка Да? Да-да-да-да Я не знаю Мне ссыкотно Серьезно Я знаю Что эта штука Обвалится Сто из ста Почти даю Что она обвалится И сломает нам ноги Хотя она вроде бы Держится на цепи А не Как-то да На тросе просто Так ладно Я попробую Сначала вот так сделать Ммм Покедово Покедово Так То что я эти блоки забрал Ни на что не повлияло Это хороший знак Пока что Так Блок вроде бы даже изменил форму Это ни на что не повлияло Тогда неплохо Не все так уж и плохо Но что-то слабовато Да? Для лута Для лута слабова Там вон еще какая-то шляпа лежит Ммм Ну мы сюда же не за этим шли Правильно? Мы сюда шли за цементом Теперь главное Аккуратненько Зриснуть отсюда И будет хорошо Хач Сойдет Лучше так Чем лицом в землю Правильно? Конечно правильно Так Текаем Вот это здание Хочу посмотреть сейчас еще Либо это просто Жилое здание Но большое С гаражом И со всей шляпой Либо там действительно Есть что-то интересное Боже Я собираю мусор Который валяется на улице Дожились Да Это по-моему Огромное жилое здание Предположительно С лутом на крыше Мы можем сэкономить время Просто сразу на крышу чухнуть Так Я же по этой штуке лазить могу Да? Угу Сейчас вот так попробуем Тут бензопилы Да, я деревянные блоки Вышибаю дробошум Ломиться будете, нет? Так Это мы попали куда-то не туда Да-да-да-да-да Это Кто-то здесь пытался выживать Всем-всем откройся Мне не нравится Что вокруг меня хрюкают Я не хотел бы Что вокруг меня хрюкали Вы там где? Они в подвале Часть Просыпаемся Тот пусть спит Нормально Здробошаю Радиоактивную лупануть, а? Вот это хорошо Сучка Я так и знал Отошли Отошли Отошли, говорю И еще кто-то где-то лупится Окей, лупитесь дальше Радиоактивно у нас теперь просто на Стандартной локации находится Даже не надо придумывать лесопед Ем теперь не нужно находиться в самой нычке Чтоб бесить нас Это плохо Стоп, зачем я это забрал Это очень плохо Но дробаш у нас есть Пули у нас есть Соответственно они в проигрыше Так, подвальчик Тут теперь два варианта Либо весь лут в подвале Либо на крыше Еще одного не дано Я еще думаю Что за херня это? И куда ты? И куда? И куда? И куда? Ох уж Это их траектория движения Боже Это просто Шоты из ада Серьезно Опа Стоп Я вижу вкусняшку Вкусняшка Давай в кармашек Пули-пули Цепь Цепь у меня одна уже есть Вторая мне ни к чему Там еще нет Ммм Даже так Ммм Даже так Окей Есть кто? Есть Махнул лапкой Махнул лапкой Махнул лапкой Дурачок Так ясно Где кстати может что-то быть? Здесь картина вроде бы редкая штука Я тебя вижу Я тебя вижу Мушкет За что? Да есть проход на крышу Отлично Там опять все в кольях Вы серьезно? Настолько суровая защита была Пистолет дадут Не дали Не лой мяса пока не надо Мы в нем купаемся Окей Наверх так наверх Здрасте Это было близко Это было более чем близко Окей Проверяем теперь пол По которому ходим Странно Я был уверен Что там мы не навернемся Ну ладно Просто комнатка Без ничего вообще Проснись Все довольны? Не все Перезарядка мне просто нравится Чик-чик Все Перезарядан Чик-чик За две секундочки Это вы здесь ломились Да? Вы бедолаги Ну Настрадались Наверное О кстати Перемотаемся Так здесь пол должен разрушиться Лежать Твою мать Биг мама Ты че? Лежать 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 Уф Как разлетелась башка Башка да и пирожка Так сейчас еще двое за нами зайдут Точно Так книги есть Там есть сундучок Лежать Так Пистолетные сойдут Пусть будет Схема колючей проволоки Вот о чем мне кстати в комментах По-моему писали Сейчас проверим Она у меня как бы изучена Но если мы пробиваем колючую проволоку Мы находим только заграждение И саму колючую проволоку Сделать здесь Не можем Возможно мы ее сможем в печке сделать Но это не точно Так вылазить будем Что вы там сковчите По краям По бокам Все с вами понятно Все с вами понятно Товарищи Забирай пошив набор Допустим А здесь еще выше Вот собственно и чердак Так Так понятно Он вызвал Лежать Я по экспе уже смотрю Смотрите вот маловато Маловато экспы Как за двух радиоактивных Пацанов Да ты сука Здрасте 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 Открой личико Глючи тай Оооо там вкусняхи Спасибо что приоткрыло мне проход заранее конечно Но это думаю и так бы добрался Возьмите факел Вымерзните Окей Еще пистолет Неплохо Неплохо Ех крафтить не то что муторно Но просто тратим ресурсы Так находим на халяву Приятно Здрасте Есть кто-нибудь Или уже все сбежались отсюда ко мне По всей видимости все А здесь почему блок битый Очень странно Блок битый Но в эту сторону никто не долбился Вот видите Как будто он бил сначала сюда А потом подумал А тут же ступеньки Точно Очень странно Так надо немножко освещения дать Да здесь самое вкуснях Хотя нужно бы еще По два проверить Детали автожира Кстати здрасте Давно не виделись Так дробашные точно пригодятся Уф Так что мы имеем Военные по ножи Прочность ниже наших Сопротивление эффектом Чуть больше А так показатели те же Соответственно значит у нас военный четвертого Продажа 185 При половине поломки Покедова Так ты дорогуша Военный бронежилет А у нас разве не такой же Так сейчас заберем Проверим Так надеть А я взял кожаную броню Чтобы мы могли два этих юзать Два апгрейда Тогда сорян военные Если я найду четвертую военную Будет супер Будет супер Так железное копье До свидания ППшка довольно дорогая Еще тем более мы ее обвесами Обкидаем Будет вообще песня Серьезно Вы серьезно сейчас Это не Не так должно было быть Я не буду это собирать Серьезно Это захламляет инвитер К чертям собачьим А профи то с него Кот наплакал Так что спасибо Не надо Так сейчас мы пойдем С вами очень странным путем Не удивляйтесь если шо Почти как и планировал Так теперь отсюда Аккуратненько Вот сюда Отсюда Аккуратненько Вот сюда Тут пол должен провалиться Давайте Я слышу вас Я всех вас слышу Он как будто бы Очень близко И очень далеко одновременно Это очень странное ощущение Матерь больше Угольки Вы че тут Заскучали? Странно Звук зомбей был По-моему потолок долбят Ладно я пока погуляю Я пока погуляю Смотрю что у вас здесь за Подвалы такие Так вот здесь кто-то должен быть Вылазь Странно Игра такое чувство Как будто бы подстраивается Под нас Раньше они всегда были в шкафах А сейчас их там нет вовсе Не шевели головой работяга Все нормально Вовремя Все или еще кто-то Кто-нибудь хочет Я хочу Так здесь вот это Должно лутаться Короче здесь кучу тканей Можно мутить ткань Нам не нужна Слово совсем Так А и типа Че? То есть выхода Фактического отсюда нет Сюда только есть два захода В виде падения Ну и в принципе Здесь ожидать топ лута Тоже не стоит Я так понимаю Здесь было немножко угольков Так там внутри вроде ничего нет Да закрыто все Так что в целом Ясно и понятно Тогда нам нужны фреймы А вот ступеньки Боже Все нормально Я в глаза луплюсь Ооо Здесь же еще и гараж есть Ооо Ну короче Дом шикарен На самом деле Масштабы поражают Все дела Масштабы поражают Так Это вход уже сюда Угу Здесь товарищи долбились Но я их игнорил Блях Что я сделал Стоять Я их игнорил усердно Картотека Еще чуть бумаги Я вообще буду скоро Купаться в бумаге Инфа сотка Покедовым Две книги известны Я знаю что у нас Еще огромное количество Книг Которые нами не изучено Судя по Стате В скиллах Но это же дело времени Есть кто? Понял Еще похавать Я впервые вижу Что это прям цельный блок Вот такого я раньше не видел Удивили Удивили Окей Ну и в принципе все Это все бы пронюхали Это всем Блях Еще погода нелетная Твою мать Ладненько В принципе я думаю Думал еще залететь во второй город Но мы уже чисто фактически По времени не успеем Ночью сейчас как-то опасно тянется Если на нас днем радиоактивные выбегают Как-то не очень бы хотелось бы Знаете ли Еще и дома куча работы Блях Вообще ничего не видно Серьезно Даже если я пониже буду лететь Хотя там горы Наверное не стоит Я помню что там были горы Да-да-да Вот гора Короче Я буду экспериментировать с базой Вероятнее всего мы будем делать небольшую перестройку Точнее достройку я бы сказал То есть наша основная защита останется Блейдов чуть меньше станет Но в целом останется все точно так же Я проверю просто вариации Вариант с блейдами будет лучше Или хуже чем вариант с комнатами Мне кажется что комнаты должны отработать хорошо Моя так лично кажется Но я могу ошибаться Я тоже человек Единственное что Мы не можем разделить защиту на два типа То есть защита когда уже пришли подрывники И защита когда обычные мобы идут Если защита когда обычные мобы идут То наша защита идеальная Ее не сломить Ничего с ней не будет Немножечко там может блейды вынесут А так фактически мы остаемся При своих Еще и кучу экспо получим Если приходят подрывники Это совсем другая защита Уже начинается Совершенно Не хватает этих Как они назывались Боже В Майнкрафте были Поршни Вот Не хватает поршней немножко Чтобы мы могли спокойненько Зная что сейчас пойдут там одни зомби Поршнями выдвинуть блок На котором будут замедлялки Допустим И все было бы найс Но Работаем с тем что имеем С тем что имеем Поэтому я думаю что Поэкспериментировать Однозначно нужно Так и заправить нужно Наш автожир Няу Тихо Аккуратно Аккуратно Няу Аккуратно 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 По чуть-чуть лодочкой Оп Оп Сойдет Так надеюсь зомби Не успеют к нам прийти Чтоб не тратить Наше трехоценное время Ти-ти-ти-ти-ти Что это было Ладно Взлетели Слава богу Крутит нас Да крутит Остановись Короче я к нему Уже вроде бы привык По новой В смысле А я включил обратно Управление мышц Все Выправляем горизонтальку Все можем лететь Короче я это все проверю Если все покажет Супер гуд Супер найс И супер класс То тогда будет замечательно Не покажут Придется придумывать лесопед Вот Касательно походов Нам еще по сути Нужно пойти на заводы Опять же я очень рассчитываю А мы в медцентре не были кстати Вот у нас ближайший медцентр Мы в нем еще не были Мы туда заглянем Это огромная мать его клиника В которой тоже в принципе Можно без проблем Огрести Огрести Поэтому мы запасемся пулями Запасемся оружием И пойдем наваливать Пока так Пока пока Это будет так Да Так что ребятки Сделал с вами небольшую паузу Спасибо вам большое за просмотр Не забывайте комментировать Увиденное И конечно нажимать на колокольчик А мы с вами встретимся В следующем эпизоде Пока пока